всем привет друзья вы на канале sky top games и в эфире universe sandbox 2 знаю многие ждали просили и вот этот день настал сегодня у нас в эфире и новые эксперименты эксперименты которые вы все так любите которые мы проводим с вами в universe sandbox 2 но перед началом данного видео хочу сказать огромное спасибо всем спонсорам на канале спасибо за вашу месячную подписочку это приятно спасибо ну что ж сегодня с вами не будем рассматривать эксперименты наших подписчиков и прочее какие-то мои задумки из головы я так и не вынул хотя их сидит достаточно много но блин моя ленивая задница никак не поднимется и не запишет для вас что-то шикарно обалденное ну я считаю что наши серии так все неплохие и сегодня мы с вами рассмотрим моды из мастерской почему бы нет сразу скажу огромное спасибо всем авторам которые загрузили эти моды в steam всех можете найти в стиме на странице официальной версии universe sandbox 2 мастерская короче поехали первый эксперимент смотрите непонятно да какие-то полосы везде что это творится землю я не понимаю в общем на самом деле это очень такой интересный мод я уже немножко посмотрел что будет типа если начнется ядерная война между странами да мы конечно не хотим чтобы этого произошло ну блин все-таки все страны все люди мирные там это самое да дружба союзов и все прочее стран нерушимых но это был ссср ладно в общем короче начинаем если вдруг начнется ядерная война посмотрите это запуск различных ракет ядерных сверхдержав мы видим американские какие-то ядерные ракеты бомбы европейские только что то я вот здесь не вижу российских чем россия спит что ли не успела австралийские атомные бомбы а в австралии есть ядерное оружие ну что считается сверхдержавой что-то немножко непонятно ладно как это работает ну в общем началась война и посмотрите что будет землей начинаем ухты такие ответные удары по самым крупным континентом я так понимаю да так стоп на паузу ставим на паузу и что-то по моему происходит вообще просто это катастрофа посмотри динозавры наверное нервно курят в стороне когда у палочек сулуб сейчас мы посмотрим что творится с землей ну естественно естественно радиус по моему мы уже потеряли земные фрагменты отправляются в космос средняя температура 14 градусов а чё случилось ничего да все нормально чё у нас все хорошо так статистика открыть несколько окон панель просмотра нет это не то я все время путаю его температура температура точки это точки ударов ядерных ракет глубина а высота это высота то есть вот здесь мы видим что высота уменьшилась то есть земные фрагменты у нас улетают улетают в космос правая масса глубина воды и толщина льда так я хочу посмотреть больше на температуру так в точке удара вот точки удара запускаем симуляцию и температура вроде как вообще я смотрю сейчас не растет правые массы у нас увеличились и глубина воды без изменений температура как-то все осталось мне кажется знаете на одном и том же короче этом уровне земные фрагменты улетели ну я не знаю таких ударов конечно блин должны ли быть выбросы фрагментов космос из конечно только не какой-нибудь огромный астероид упадет хотя я не знаю возможно ну они же не с такой скоростью летят как самые разрушительные астероид правильно так ну что же ладно симулятор интересно работает немножко увеличим сейчас скорость увеличим скорость и вот чем и смотри чем увидим паровые массы у нас вообще прям увеличились так температура остался на прежнем уровне сейчас вообще по идее знаете ядерная ночь должна наступить на земле и посмотри на континенты континенты просто все разрушены они разрушены и затоплены соответственно так глубина воды вот смотрите если посмотреть на соединенных штат америки здесь глубина воды полторы тысячи метров так россия 2000 то континента тоже не стало и жизни как таковой я тоже на планете не вижу ваш пени вижу так здесь вообще какие-то точки замерзшие стали улетающие фрагменты увеличиваем скорость я хочу посмотреть все таки на другие континенты австралии австралии австралия а вот 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 эти вот кстати места это места ударов я так понял ядерных ракет и здесь то ли замерзший континент стал то ли чего непонятно так россия подожди как нам перелететь поудобнее во вот так вот вот подожди стой вот так да вот отлично и посмотри россии то не существует ее просто не существует пол континента африки также отсутствует знаменитый сапожок римский тоже улетел в тарф тарары но кстати говоря как-то людям удалось все таки выжить интересно европа вообще живет у прекрасно у них ну я думаю что две сверхдержавы такие как америка и россия до несли друг по другу удары и конечно до континенты просто смело с лица земли это весь наверное боевой потенциал надо было запустить чтобы образовалась образовались огромные просто не знаю кратеры глубины и все что все океан озера блин пишь паровая масса очень стала огромный в океан озера реки они просто испарились но потом наверное в дальнейшем они все выпали дождем радиоактивным и посмотри все континенты просто затоплены так южные так это у нас южный полюс северный полюс простите южный полюс в принципе все ничего не расставило у сша уже поправляется здесь как бы это да смотрю были удары по вашингтону по самым таким стратегически важным до городам там не знаю ну вы меня поняли а вот кстати в середине океана образовались подожди поверхность 7373 метра здесь как будто образовались новые континенты почему океан не затапливают вот эти места странно так а еще хочется посмотреть сейчас подождите а таких ударов наклон оси земли или как-то так на скорость это повлияло движение 30 километров в секунду увеличился увеличилась скорость движения планеты по моему период вращения 23 9 орбитальный период 356 суток 365 по моему дней в году 356 все таки она должна была замедлиться как так ладно подожди а редактировать наклон оси планет земля земля наклонилась я так понимаю все таки да еще сдвинусь на небольшой градус прямо чуть-чуть незначительный незначительный обсказал по-моему да а нет все таки континенты не восстанавливаются вот смотри то что вижу перемещение воды то она есть то ее нету это наверное приливные силы и луны все таки действуют до сих пор еще мы увеличим увеличим скорость и сейчас все просто восстанавливается я офигею подожди стой 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 нет нет по моему континенты просто не восстанавливается все осталось в разрушенном виде но вот здесь кстати в евразии у нас жизни вообще нету не горит свет на этих континентах то есть жизнь там полностью короче нет человечества все ша победил каким-то образом я не хотя у россии на больший запас ядерных ракет в общем все короче ребят давайте закончим на этом наш такой интересный эксперимент мастерской steam всем кому понравилось баль пальчик большой бальчик большой пальчик вверх подписочка обязательно на канал делитесь видео подписывайтесь на группу вконтакте все ссылочки в описании вот все ребят до новых экспериментов пока